на катавиц в кельне в особенно на мажоре каком-то вот в париже будет надеюсь когда получит и как планируешь в париж на мажор ну планирую с командой извините да конечно же но я надеюсь что может как может мы там и встретишься ты с командой а в роли участника в другом направлении может поеду как зритель просто фанат вашей команды или как хост но он каста посмотрим как оно будет на самом деле друзья на что пистолетка бейджи тем спирит хочется посмотреть настоящий заруб потому что нюк был достаточно интересен но не было вот этого вот знаешь борьбы от спирита супер жесткой то есть бейджи контролировали все что происходило на нюке может на миража получится может быть может быть подожди а нет все хорошо беги играют за атаку магикс никого жанглей нашел его буду давить но magic преждевременно покинул позицию выбивание будет 4 кт плюс 1 очень долго будет играть пати зиги ну и позицию бегов шикарно я бы сказал там они стартуют хорошо и тапсон просто минус 2 дает его только сейчас разменивает вандуфул как это неприятно 4 в 3 ситуация бомба стоит бомба прекрасно стоит для бейджи чоппер есть дефюзкий тын можно садиться дефюзитом спину обходил сирсон и не забрал никого ситуация 2-2 фаван ставит башку по чопперу что происходит вандуфул последний 5 хэнспоинтов падает от фавана это 1-0 друзья трипл килл от фавана ну знаешь фаван такой незаметный игрок команды бейджи но в какие-то моменты он так выстреливают что просто невероятно да это было нереально вот эти вот первый килл от апсона это очень важно было но все равно все равно было близко кита команда побеждают на пистолетке форс есть вот ребят из сербской организации фэйвен команды будут раскидывать пункта и 4 мактена 4 мактена у бегов плюс галил да я бы сказал не самый лучший данный фарм может получиться достаточно хорош каждый может заработать плюс 600 если найдут на там гиглы там five seven и это тоже огневая серьезная мощь тапсон прострелит самоке никого пока не находим вблизи играет просто на скамейке у нас чоппер чоппер и забирает апсона все-таки он своего добился владри в окне точнее играет у нас еще игрок команды спирит но уходит это у нас мэджиск отыгрывал владри но и забирает пати потому что ты говорил что это лучше байк будет и неуважение там же нельзя так делать фуллайн достоял вандафу а что стопсона а что стопсона это его да да и смотри на лица смотри просто на лице нет я не понимаю мне может быть тапс ну вандерфул что сказал во время перерыва или что-нибудь такое тапсон я не помню чтобы он когда-то кричал чтобы настолько кричал еще чтобы он кого-то резал вообще не помню честно какая-то принципиалка или что я даже не знаю не видел я ничего такого на паузе но это было супер жестко он еще сар пикса напомнил просто либо кедя надо один в один прекрасную но для тапсон это плюс полторы тысячи для крым бы это может быть еще плюс деньги он только забирает одного вандафула и ситуация неприятная фаван уже в андре фавана с трех сторон аккуратно нужно играть бейджи в этом эпизоде чтобы еще не отдать оппонентам там несколько девайсов и все отходит мактен то себе ведь нету смысла даже чуть не но просто не отдать деньги оппонентам это тоже важно понимать там еще остались две формилки тысячи двести тысяч восемьсот отдавать такое себе да но здесь зафармить можно было бы например сирсону он уже и выдвигается но позиции у спиритов очень даже неплохие может быть кстати бегом не знаю тренер или к нибудь психолог тоже сказал так делать на то они в основном не эмоциональные так минус кита отлично еще плюс девайсик да и это тоже приятно не но зарядился тапсон знатно и зарядил команду это тоже хорошо то есть это правильно делать это нужно ну а сейчас посмотрим как спирит будет выпутываться с тяжелого старта для себя это действительно тяжелый старт ну 4 калаша в.п. и плюс спирит берут себе две мки 4 но и смог окно прям идеальный все прекрасно стартовая да только вот по спавну гранаты выучили все я просто тоже последним временем начал сидеть так плотно поигрывать этом 7 такой 8 уверенный level face то сижу и прям по кайфу последний полгода только начал учить изучать кс более-менее то прям удовольствие получаю но что посмотрим я думаю бейджи и спирит тоже получает удовольствие от зарубу ванфут забирает апсона ситуация остается напряженной но и беги он решили не сыграть дайте то возможно сейчас найдет вандерфла в окне а там паси он не ждал он не ожидал просто такого мула чоппер делает родим в коннекторе а кита может быть он слышал у еще минус чоппер кита сейчас заберет снайпера кита заберет снайпера до молек под ноги сирсон законтрил сирень находится под б в китчене и вместе с ним играть мэджикс куда идет бомба бомб скорее все идет под а с ковров играет кримба ребята сейчас поймут что плента чистые будут ставить бомбу и мэджикс вместе с сиренью они просто гадали просто гадали будут открываться зиге и кстати есть шанс убить сирсона есть шанс ловить тайминг так вот после этого промаха может быть будет страшно открываться boost boost сирсон ошибается 22 а времени еще хватает попробовать ритейк то есть они сейчас если быстренько пройдут окно да их тут кита не встретит в принципе возможность есть кита еще получает хаешку под ноги но нет это будет сейф авика это будет сейф эмки да команда бейджи берет себе четвертый раунд но при этом спирит но экономику выбивает это хорошо они не дают бейджи набирать набирать и набирать вот то есть они их немножко приостанавливают в экономическом плане но друзья вы себя не останавливайте конечно же подключайте на банах по трансляции на наши трансляции доступны фейси дропс все очень просто привязывайте свой фейсит аккаунт по ссылке на баннере под стримом смотрите матчи и трансляции ем катавицы и получаете поинты не забывайте фейсит поинты это всегда приятно и вкусно да это очень приятно не могу не согласиться пауза тактическая только что залетела от бегов подожди а как-то очень долго это все длилось там не было пауза до этого от спиритов не может пока бомба взрывалась они как всегда я тоже думаю или так или может быть пауза после паузы сейчас говорит надо успокоиться немножко губи не направили он немножко эмоции да тапсу нужно сбросить то есть не это круто когда он заряжает так кричит но нужно иметь сейчас понятие что спириты могут попытаться и это все перевернуть почему бы нет есть у них фулбай у них если бы них вандафул который играет в принципе неплохо с авиком и карта мираж она как будто вот ну создана для век не знаю настолько много разных пикселей там до углов которые достаточно приятная здесь мне просто кажется что именно мираж поприятнее для снайпера будет чем нюк но наверное да наверное я соглашусь нюк плюс минус сложная карта и пока ты поймешь перетяжки туда-сюда вот это вот все пойдет много времени мираж это карта детства наверное у каждого сыграть профессиональных игроков по тысячи две три наверно карт на игры на мираже щас патте покажет сколько у него до игры на если убьет обстану голову тапсу не убивает голову но главное что есть минус но и ситуация 4 в 4 ладор занят ставится богу на базе бассерсон уже и все и вот так вот просто сейчас беги выиграет раунд скорее всего вандерфул на коннекторе просто уходится ведь свой красивый авик не знаю как называется но я бы сказал симпатичный какой-то анимешный да я творил вместе с ним мой красивый это мой ребят я не в чате нам скажет гидро называется да это гидро то не кажется медуза это синяя гидро может быть иди я наверное года после 16 18 перестал запоминать название эти пустынные бесконечная а пустынная гидро спасибо спасибо чат спасибо да ну я кстати не видел себя век но круто ну вот у у сердца на немножко поярче да если не ошибаюсь а всех со сердцем драган лора чисто красивый да и у кстати джету проигрывают фрезом сейчас 12 13 на неке и фрезы за атаку ведут но сейчас счет сравняется моноси там разваливает я так понимаю фрезы за атаку на неке но сейчас будет 13 13 к фрезы проиграли 9 6 защиту на неке да да и за атаку начали камбек вот в точности да наоборот да у нас на неке а ну хотя у нас на неке была похожая ситуация беги там взяли первую половину еще смогли в атаке дожать на тим спирит что-то у них не пошло на неке и сейчас на мираже не лучшим образом у них защита потому что ночью я на мираже в атаку тим спирит не верю но просто из-за того что я видел что было на неке и как вообще идет игра у тим спирит не лучшим образом и мы должны понимать этому и чат со мной согласен что зрители согласны что тяжело будет в атаке но вот с такими пиками от вандафула просто наползал а чоппер что делает апатий еще и пати убивает сейчас grimbo будет разыгрывать grimbo это молодой клач министр будет играть так развернулся не хочется таки тут чоппер жарить зажал и просто минус 3 дал вот так вот в линеечку да это было жестко но я не знаю даже как он так убил они пони наверное все шли он собрал в ухо всех пока игроки атаки смотрели под а вот они в линию лежат да между вот эта беда действительно бейджи подставились и раунд проиграли grimbo тут пытается найти кого-то но он не до конца про чекал under palace и это будет беда беда еще и ягинах на строй ну и первый раунд для спирит 7 друзьям будет начинаться посмотрим что там опять наушничек опускает губи неужели ты счет опас вот он момента и и конечно конечно он троих просто зажимает никто даже не успел и разменяться ошибка бейджи без флешки без ничего вылетали все временно поймал позицию да и что-то спереди до этого переговаривались я теперь на максим поставил не знаю теперь буду слышать или нет не а наши разговоры не там просто бывает когда мы сейчас они включили звук когда мы с вы смотрели первым я понимаю что иногда есть иногда нет все равно даже когда он есть и не слышу хотя у меня на максимум все выкручено они специально сделали чтобы не было никаких банвордов может быть хотя игроки знают что банворды здесь нельзя произносить тимспик записывается тем более их во первых могут оштрафовать во вторых дисквалифицировать что-нибудь такое все строго в общем да сейчас посмотрим друзья что седьмой раунд все строго сейчас с атакой у команды бейджи медленно не спеша продумывая каждый шаг бейджи готовят свою атаку ну либо сейчас опять выйдут просто чоппер откинуться втроем медленно обдумано и смог прилетает на внешку коннектором достаточно интересно только аренд смог при этом да и бейджи еще не успели выйти но смоки уже сейчас будет развеиваться и смог в пике нас только классно спирит контролирует вандафул чекает и пит вандафул контролирует и пауз а куда там сирсон или вандафул кто кого смотрим смоки развеивается и сердцу увидел раньше вандафула уж нормально джекса не чекают он что за прострел подожди впервые вижу такой прострел капс даже спустя 10 лет мы видим такие прострелы жесткие вандафул чоппер работают в последние 3 2 1 секунда остается рано заходит да а ведь ворует помин хотя бы что-то ну ну может попробовать базу б как-то сыграть возможно через металл почему-то бейджи решили два раза выйти падает два раза они просто а сайт ну не могут быть не мог не поставить бомбу ничего смог шорт смог окно вышли кон тогда уже будет нормально мид за контроль минут от кремба ошибся да но я хочу увидеть прострел еще раз вот лица тапс на просто интересно как то выглядит сирсон с авиком будет пикать мидл скорее всего его тиммейты будут поддерживать и будут выпрыгивать перед ним так пати на зиге осмотрит лавку а сирсон то шоу сирсон играть парчу пати первый фраг есть сирсон ответочка кита в коврах с этим может быть может быть надлекс сегодня сильный вандерфул бумаг такое промахиваться нельзя мэджис к сирсон этот хаешки только 3 в 2 есть инфа по вандерфул что самое главное есть инфа то что снайпер играет сети и оставится бомба за фаером но и летит туда молик тапсон не подгорает но тапсона забирает вас у падает крема ну что это такое что это куда сирсон 1 в 2 ай-яй-яй как же его забайтили на и строй на и строй действительно забайтил его круто забайтил с калашом что там пауза будет то что я смотрю пальчиком потрогали там пальчик настолько маленький напротив чопера я сначала не понял что происходит думал может судья там что-то хочет до черта ну друзья через перед возвращается понемногу в эту игру и уже почти full вернулись сейчас пауза общения немножко да правильно а подумать может тренер подскажет какой раунд там готовит и чаще всего используют в беги в девятом то есть возможно это будет час атака b и он специально дает паузу подумать своим ребятам там сайрон мэджиску сирене так как не будет обороняться вард раунд для спиритов сейчас нужно закрепляться по экономике по раундам защита здесь может быть чуть-чуть да не чуть-чуть даже доминирует на гараже сервисом занял очень быстро ладдер так а его не будут читать скорее всего или пати знает пати что-то знает закрывается смоком и фаешку очень хорошую отхаешку отправляет сервисом ожидает boost сирсом так спалился теперь точно по чем первая информация также появляется мэджикс сидит на пленте и вандерфул промах какой-то очень неприятный промах мэджикс первого сорбью вандерфул еще один промах но здесь нельзя было попадать в серии подключаются криво что вообще с бегами сейчас что с бегами чоппер просто выезжает опять минус 3 посыпались посыпались би ай джи немножко прям ну игра не идет честно говоря от слова совсем то есть первые стартовые пять раундов были достаточно хорошие там была тактика была идея но вот сейчас мы видим что совсем грустненько да грустно не то слово да ну и друзья не забывайте что вы можете за спойлерить тебе матч ищи матчи с быстрыми данными cover gg ждет тебя информационный сайт может нажать на банк по трансляции и зайти посмотреть за спойлерить тебе матч буквально на секунд 20 30 но при этом не писать счет в чат потому что пермач никто не отменял тапсон тоже не отменял хочу для пацаны но очень быстрый размен от капитана команды спирит и опять тишина подгорел но кажется про него никто не знает сидит он все еще за искрой к нему проход смотрит вандерфул также помогают ребятам чоппер с коннектором а беги просто сидят просто сидят афк бомба сидит в тупой и что магикс пошел выпикивать именно этого и ждут на этого и ждут беги пошел кита через центр обходить как бы ему здесь не подставится и по бомбу кстати можно уже ставить но крымба не знает крымба боится кт у него есть флешка все еще ждут все еще ждут беги и теперь скорее всего они будут двигаться и и вандерфул будет убивать проходящих если проходите будут вообще игроки атаки 3 в 4 вандерфул хорошая позиция пиксель но вот сейчас мистайминг ловит на флешка залетает и а и бомбу не поставили опять чоппер минус 3 ладно минус до минус 3 от чоппера накито последний боже какой-то провал бейджи сыграли супер ужасно вот и пошла вот жара вперед психолога спирит так кто там кричит это фейзо это а там же ту выиграли штат 14 а вот кто кричит думал фейзо хотя у пызы пызы выигрывали 1413 до 5 класс свой показывают сильный состав сильная команда это бараш здесь два игрока защиты кремба врывается party помогает но всего один размен сирень за плентом очень что-то ярко бурно говорит и не перестает говорить чоппер уже выпрыгнул уже помогает своим тиммейтом о ее вандерфу красных красные два игрока коллектива бейджи ну что-то сделать тут будет крайне тяжело тапсон папа тапсон может что-то сделать тут сам не ожидал этого что это такое боже подожди что как он то вытащил он 2 2 головы мэйн поставил я понимаю но я не понимаю я тоже не понимаю но он просто на 12 смотри первый пошел и вот по приколу на рандоме чисто это просто а а это сок и сразу пауза от губи это было сладенько если честно такое залетает часто ты невероятно но это это можно назвать лаки да но но это и было лаки ладно он стрелял по одному и 2 вышел просто на пулю это действительно тапсон наклеечка и все что нужно не кричите так пожалуйста хорошо извините простите да но я в пау вандерфул а в пау сердце на фулбая от бегал важнейший раунд кстати вот такой раунд и является переломный потому что экономику как минимум спиритом она поломала и сирень вот как это какие-то не перестреливать таком эпизоде ладно вопросы остаются какие-то 4 на 10 играет например есть проблема кримба дадят и фаван опять вот не могут пойму поймать свою игру то есть фаван пистолетку отыграл идеальном вот дальше опять пошел спад так последние деньги спиритов можно цепляться пати приходит близко к зиге тапсон стоит под коннектором и кажется будет сплит база сирсон управляет флешку под коннектор у него же бомба за белыми сбрасывает ой патси сейчас может быть и не уйдет в это помогает своем тиммейту она b2 игрока все еще два игрока за счет под б пропустил учебный сейчас апартаменты и magic погибает и все плата через только на к т находится вандерфул можно заходить криба пикает никого не видит вандерфул нужно хотя бы одного зацепить хотя бы одного ставится бомба опять вандерфул может пиксели подловить тапсон он понимает не хочет открываться за слишком широко потому что потому что там сердце может это все контроль но сердце нет сердце играет в коне и команде спирит будет очень тяжело ретейкать 3 в 4 вандерфул нужно к конченый обхит до находить минус так бы я сказал бы на украинском языке но тут было очень сильно близко к тому чтобы до забрать и сирсона чоппер с этим справляется 22 ситуация vp и сайленсов остается друзья ну и сейв от спирита в 7575 и жестко это очень жестко так в итоге пауза корица господином гобби еще одна слишком много пауз мне кажется уже как минимум третий удар беги должны были забирать да да что-то около того сирень не удовлетворен своей игрой мы игрой команды есть нет небольшие проблемы как минимум то что вы проигрываете свой пик это огромная проблема то есть ну выигрывая свой пик ты уже как бы до идешь вот все ты знаешь ты 10 даже проиграя пик оппонент ты будешь бороться на 3 ты уже психологически тебя проще а так когда ты проиграл свой пик ты еще играешь на пике оппонент ты еще проигрываешь и ты начинаешь себя загонять просто в огромную яму и она тебя начинает давить ну хотя такие команды профессиональные должны не чувствовать вот этого давления стараться его сквозь себя пропускать фланда фул тем временем забирает китом ну на и смовы на и смовы команд бейджи прекрасно мэджи спать 250 забирает фавана тапсон опять включается на ванфул забирать бомбу бомбу вы выбили приятненько приятненько 42 ситуации очень приятненько я бы сказал крем это баку не дропается в сайт и не знает просто не знают про пати пати минус снайпер крембо один и когда кроме видео важный раунд важный раунд для чопера команда так но и пошли уж а что пати говорил интересно я даже не кому-то крикнул что ты я теперь вслушиваюсь максимально как узнать фейсит-поинт и друзья фейсит-поинт пройдут очень очень скоро и ну как скоро рандомно ладно рандомно но они приходят достаточно часто поэтому ожидаете просто подключить аккаунт фейсит и ждите сообщение в чате с вашим никнеймом вот весь мы можем увидеть тысячи пять тысяч фоинтов улетели три можно еще знаю что сделать можно открыть 4 наших стрима 2 русскоязычных два украина и везде просто смотреть да это сколько можно поинтов залутать ну и что тут бейджи давай ужаснейший ну как ладно а в п есть но все равно не лучшим образом количество гранат недостаточно опять пытаются до кримба и кита они такие вот ребята которые пытаются проверить свою судьбу на прочность до чтобы чекнуть а в пи и мы настолько чекают сильно бывает что имеет статистику 4 11 и 2 8 не лучше за дефолтом играет мэджис к тем временем манда фулу работают на джангли они сейчас вдвоем разберутся а всей команды бейджи так и есть друзья 7 7 и спириты еще один важнейший раунд для себя забирали я так понимаю это психолог нормально психологи кричат тоже это нормально и что у нас в итоге в итоге 7 7 форс от бегов и наверное 95 процентов всех форсов просто б или бараж или б поп повеску сейчас у нас бараж здесь party с авиком и самый лучший тайм для века минус роберт сирень на пленте одного только забрал бандерфул с авиком в течение но у него кстати 76 я даже не заметил этого чоппер хорошо играть гем очень хорошо почему первую не ты нет четко проходит смог чоппер минус 2 без арморов же ребят там не полностью но арморы были сирсон убивает чоппер но падает 8 7 первая половина для команды тем спирит друзья а в защите они показывают хорошую игру на карте мираж посмотрим что будет в атаке а вы не забывайте что полномасштабное вторжение россии в украину продолжается мы уже собрали 2 миллиона гривен на нужды вооруженных сил украины и теперь помогаем подготовиться им к зиме и пройти эту зиму так что переходи по банру и донать на донателло давай строить наше будущее а вы вместе тем временем мы идем на небольшую паузу друзья его вернемся очень скоро календарь турниров пока из go набирает обороты обновились рейтинги лучших игроков и игроков с авп кто теперь на первом месте это и многое другое узнай на кавер джи джи вся статистика и расписание матчей на кавер джи джи а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Молодцы! DimaTorzok 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 Видно, что проблема была не у нас Патис забирает Апсона Ну и 10 раунд для Team Spirit Да, 10 раунд Сирсон может быть засейвит Не засейвит Ничего не засейвили Сейчас беги И главное, Спириты остались в пятером живыми Просто в пятером Сейчас будет полноэкономический У немцев и дальше ребята Будут уже пытаться Отыгрываться Так, хаешки Прикольно Что с ним будут делать? Просто топ-миддл? Да, да, пытаются так сыграть И этот топ-миддл работает Работает, забрали чоппера Дальше атаку по Вандефулу может пойти Вандефул тут сам принимает своих оппонентов Но его забирает Четыре в три А у них бомба есть А это действительно беда Потому что пацца тоже страдает Сайрон, ладно, забирает Сирсона По Крембо минус Но как-то бессмысленно Растрата такая вот от БиАйджи Вроде бы и хорошо выходит Все делает красиво Стапсон Один три Один два Увидел же Кабину нет Нет, не видит, не видит Просто вон двой Найстрай Двое выживало Гобби Пытается, пытается Свою команду подбадривать Но по деньгам Должны быть проблемы Из-за этого У спиритов Но вот здесь В этот момент Может быть стоило просто Право всем открываться Да, Крембо сам понимает Что Не очень лучший момент Алик появляется У Сирсона Вандерфул на бусте На тот медли И это фраг Это такой легкий фраг Начинают, ребят, в преимуществе 5-4 Будут отыгрывать Бомба идет Куда она идет? Пока никуда не идет Под эспаун Он просто ходит И все И беги Делают упор Ближе к центру Ближе к Б Наверное даже Чуть Февер на топ-мидле А Сирсон Так, ББ Может быть И размен Сможет найти Ой, двоих увидел Одного сбрил Ушел за плент Вандерфул Какой тайминг Просто если бы Мышкой не шевелил Мог бы Легко словить Игрока под центром И как раз, кстати, на центр И идут сейчас Спириты Но Защита вся отдала Центр карты Патцы все близко под Б И кажется Это должен быть сплит Грифа, куда? А что это? А почему смоком Вылетать на мидл Настолько Агрессивно? Для меня сейчас Это было непонятно Что происходит Дальше смотрим Кита тоже ошибается Кита погибать будет Нет Кита забирает двоих К себе в таверну И два в два ситуация Сайрон и Патси Что сейчас происходит? Команда БИГ Может еще и попытается Зацепиться Сирсон Не увидел Патси Какая ошибка Что это? БИГ Но нет информации Попал Он делает минус два Боже мой Я не понимаю Это такой странный раунд Максимальный странный раунд Это раунд Ошибка на ошибке Просто Ну я не вижу тут Другого какого-то Нет Это игра мистайминга Просто И нет Не было информации Ни у кого И Гауби говорит Паузу берите Ну а взяли Тим Спирит ее Так Спириты Третья пауза Из четырех Деньги По-моему должны быть У ребят Там И все и так идеально Вот этот момент с Кита Это интересно И вот этот момент С Февеном Интересно И смотри на Тапсона Почему он так Он рофлит Он просто троллит Мне тоже так кажется Может Просто Спириты тоже Когда выигрывали раунд Там что-то выкрикивали Ой-ой-ой-ой-ой Да Это действительно беда Для Спирит был Раунд был Достаточно близкий Но вот это Сейчас может все Измениться Очень даже быстро Посмотри на Занятие меда И Атака на шорт Будет ли Нет Ребята смещаются И сыграет опять Решает сыграть Опять вот Не спеша То есть Закрыли смог С внутренней стороны Ну и Конв Извините Смог Гениально Так Хита играет Под ямой Вместе с тиммейтом Пати возвращается С Андеграунда Под Б И Спириты Играют очень медленно Неразбитая Решетка Обсервер На это делает Акцент Спасибо Обсервер Просто выход Под Б Я так понимаю Будет А гранаты Подожди А тут гранатами Смоук Молик И флэш Все что есть Там ладер уже Чоппер проходит Кстати Ну и Ну разбивает ладер Конечно же Оп Сейчас Кримба Нужно кидать уже Хаешку Времени нет Кримба у него есть МП девятый А Чоппер Никто не проверяет И Фаван забирает Только двоих При этом ждет Уже Чоппер Не добивает его Потому что Вандафон Сключается в спине Ситуация 3 в 3 Два красных игрока Коллектива Чемспирит летит Уже зажигательная граната Но бомба Успела поставиться Сайрон Падает Чоппер от кита Тот с коннектор Подключается Тапсон И Вандафон Они вдвоем Точнее Сирен И Вандафон Тапсон Да Тапсон Противоположной стороне Но и Сирен Занимает Позицию Которую будет Достаточно тяжело Прочитать за смоком Тапсон Падает Два в два Сирен Включается И Сирен Забирает Вандафон И это девятый Это очень важный Раунд для защиты Ну и Выбивание Было на самом деле Сложным Очень сложным Плюс очень долгим Так А деньги Наверное По 2500 2800 Будут сейчас У Спиритов Как я вижу Бая там Особо не было Ну вот здесь Кстати Фейвон Я не знаю Как он успел Дать два фрага И Чоппер Просто выжидал Он понимал Что если он пойдет Его могут просто В линеечку Так похоронить Ну как линеечку Подряд Так А у бегов Таймаутов Уже нету Четвертое Из четырех Пауз Спиритов Осталась По-моему Последняя Да Да-да-да Ласт пауза У Спирит Вот интересно Почему Гоби Решил Вот так Растратить Быстро Паузы Таймауты Ну посмотрим К чему это приведет Тем временем Биайджи Возвращается Понемногу У Спирита Закупаться Не буду Да Денег нет Как ты и сказал Правильно Все То есть Это первая армора У некоторых игроков И пистолеты И это будет вылет Возможно На асайд Быстренький Да Там Смог Мидл С спауна Сразу С респы Ну и Атака От Спирита Либо будет Такая медленная Чисто на Попытку Че-то выбить Да Ну че Пытался Выбить Ничего не выбил Ну и дальше Атака Кита Кита Кстати Погибать Будет Вот И минус 2 Уже Плюс 2 Девайса Команде Спирит Сердцем На размере Сайрон Сирен Работает Извините Опять Сайрон У меня не вылазит Это все Что происходит Дожди Как Что Это Это было Фул Эко Просто Так Патти Крикнул Изи Это Эко Диггл Армор Тапсон Злой Такое Должно Было Происходить И пауз Нет Все Да И пауз Нет Ну и Какие защиты Просто по одному Все начали Отдаваться Смотри Давай Начнем Кита Один Кримба Пытался Разменять Получил По голове Тапсон Один Февен Один Просто С разных сторон Все шли Жестко Жестко Не Он сказал Эу Или ты услышал Там Из было Мне показалось Ну ладно Теперь Фулл Экономическое Би Друзья А кита Забирает Уже Сирень Но и Дальше Продолжение Вряд ли Будет Какое Потому что Там Без арморов Там Все Грустненько 9-13 Спириты Берут Себе Ну Сейчас По идее Будут Брать Важнейший Раунд Да Это Не те Беги Которые Играли На Веке Такое Чувство Что Их Подменили Действительно Да Это Факт Какие-то Они Растерянные Потерянные Ну Кита Не Играет Кримба 315 Бегает Чисто Кайфует Подожди Чу Скримба 315 Реально Только Увидел Да Но У него Статистика Волшебная Прям Да Действительно Ну У него Вообще Не Идет Игра Ему Просто Даже Девайс Не Действительно Ему Там Дают MP9 Бегать Даже Когда У ребят Full Buy Чтобы Не Тратился Зачем Экономику Трать Да Полноценный Buy Вот Сейчас Ну Если Кримба Сейчас Не Убивает Я Думаю На Этому Карту Мираж Мы Можем Заканчивать Ой Как Не Повезло Ван Дэф Лу Он Сейчас Мог И Тиммейта Засейвить И Убить Сирсон Там Прострел Сквозь Кого То Был Либо Сквозь Уголок Стенки Чоппер Остался Красным Крайне Мерия Вандер Погибает Сирень Также Красный Но И У Бегов Есть Два Красных Это Сирсон И Тапсон Оба Эфп 16 Хп Вандер Получает Смог Это Что За Новенькое Такое Не Видел Особо Чтобы Просто Закрывали Андер Смогом Чоппер Какой Тайминг Выходит Он Под Б Все Б Вскрыто Теперь Сирсон Нужно Как Миним Умереть Как Максим Убить Одного Сирсон Чоппер Будет Пикать Или Нет Сирсон Просто Не Успевает Так Что Би И Действительно Проигрывают Важнейший Раунд И Уходит Нет Все Это 14 Это Выход На 15 У Них Экономика Было 54 Вот Так И Опять Крем Бон Ничего Не Сделал Никита Ни Фаван Ничего Не Сделали Ребят 14 16 3 16 Это Пик Команды Б Айджи Но там Впереди Анубис Десайдер Анубис У нас Да Никита Ни Саша Ни Маша Никто Ничего Не Может Сделать Нормально Нормально Никита Действительно Третья Анубис Друзья Да Третья Анубис Которая Будет Очень И Очень Интересно Нормально И Танцы Наш Заулыбался Нормально Мне кажется Это было Жестко Мне кажется Ребята Просто Стебутся Друг Из-за Того Что Эта Команда Не Может Никак Собраться Потому Что Проиграть Фул Экономический Раунд Ну Это Наверное Надо Быть Жестким Каким То Составом Ну Ладно Это Надо Просто Поймать Кураж И Что Им Лучше Сюда Не И Мы Лучше Отойдем И Дальше Уже Разыграем Из Ганат Осталось Всего Две Флешки Молик На Девять Человек Сейчас На Карте Минута Времени Остается Чоппер Вместе С Вандер Флоном Принимают Кита Что Это Был За Пик От Кита Мне Интересно Куда Это Он Так Шел По Просто По Центру А Раунде Все Равно Ладно Деньги Будут Закупиться Смогут Бейджи И Все Очень Тяжело Для Берлин Интернешнл Гейминг Я думаю Нас Ждет Анубис Полным Ходом Тапсон Еще Не попадает Сейчас Выходит Сирень Забирает Одного Падает Друзья 9-15 Ну И Патси Там Да Ставит Точку Ну Хоть Кричит Хоть Убивает Нормально Это Хороший Запал Для Тем Спирит И Пауз Нету Губи Да Как Грустненько И Печальненько Так Чопер Что-то Разговаривает Пытался Вслужиться Но Не Понял Что-то Он Говорил Своим Тиммейтам Последний Шанс Убегов Зацепиться За эту Игру Вандерфул Получает По На ноге 15 хп Остается Хаешка Покита В итоге Сюрсон Находит Open Чоппер Потерялся На центре Один Пытался Развлекать Бегов Бегов Оборвался Патти Играет Через Неграунд А Кримба 3 на 17 До сих пор Что с ним Произошло Я не понимаю У Бегов Все так Было Хорошо Я просто На тебе На тебе Три фрага Это для меня Странно Бомба Идет Под яму На коврах Есть сирень Обновляет Смог Ковры И Патти Будет играть Люркером Или Выйдет Просто Сейчас Под Б Нет Под Б Вряд ли Он будет Входить Февен Кстати Взял Для себя Второй Абик Поможет Команде Бег Но я думаю Может быть Я не исключаю Этого Фактора Может быть Поможет Но Слишком много Всяких нюансов Нужно Чтобы Хотя бы Кримба Играть Начал Сколько Там Адэ Эра Имеет Кримба Мне просто Интересно Там же Вообще Беда Бедой То есть У него Даже Ассистов Меньше Чем У Фавана Но У Фавана 12 кило Больше Там Да Хорошее Сообщение В чате Говорят Кризин Ты же Говорил Что Кримба Клач Министр Вот Он Клач Забирает Какие-то Ситуации Напряженная 3 в 2 Фаван И Кримба Последний Ну Кримба Давай Звездный час Настал Перестрелит Пати Вот Он Первый Пошел Клач Мейстер Можно Забрать Ванта Фала Попадает Ну Что Спасет Ли он Команду Би И Сейчас Посмотрим Сирень Последний Один В два Кримба Фаван Есть АВП Падает Кримба Нет Не Падает 25 ХП Сирень Откидывает Сейчас Флешечку Неплохо Сейчас На Терси Заберет Да Что Жупить Этого Сирень Не Можете Сирень До Конца Живет Фаван Один В Один Простреливает И Десятый Для Бегов А музыку Уже Включили Звукорегиссер Привет 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 Режиссеры Хотели Нас За Это За Спойлерить Да Ошиблись Слегка Здесь Игра Еще Идет Здесь Камбэк Может быть 10-15 Все-таки Счет Ну и Фэйвену Помог На самом деле Авик А я не понял А кто Клачмейстер Кто выиграл Этот раунд Напомните Мне Пожалуйста Кремба Конечно Да Вот Все-таки Твои слова Правдивы Действительно Сейчас посмотрим Что Может Он продолжит В таком же Духе Насыпать Правда У него МП-9 Сейчас Не лучше Девайс Против Калаша И А вот Сирсон Включается Вейджи Неужели Смогли Включиться Да И Сирсон Играет Под Бэф Соло Теперь Контролирует Очень много Для себя Территорий Чопер На центре И будет Снайперская Дуэль Возможно Или Сирсон Идет Дальше Вроде Как Посевнее Будет Играть Фэйвен Пропустил Ладар Может быть Тизигу Пропустит Сейчас Вандерфул Контролирует Все еще Б дом 28-13 Играет Снайпер Команды Спирит Как раз На Б Будет Выход А Сирсон Играет На зиге Так Кстати Прикольно Стоит Кримбо Сирсон Важный Фраг И все И смоком Смоком Остановил Кримбо Этот выход Он просто Смотрел В чель Стоял На смоке Откинул Сразу Как только Увидел И это Полный Разворот Для Игроков Сербской Организации Пошел Ранбуст Сирсон Играет На ладере Уже Как быстро Перемещается Сирсон И убьет Убьет Он Патси Забирает Он своего Оппонента Ситуация 5-2 Ну что По экономике Команда Спирит По идее Им еще Закупиться Хватает Возможности А вот В раунде 27 Хватает 28 Уже Могут Начаться Проблемы То есть Сейчас Би Иг Выходит Для себя На 11 Посмотрим Получится Или забрать 12-13 Ну и возможно Какой-то Фейк Комбэк Мы действительно Увидим А возможно Это будет Как матч С Heroic Да Когда они Не смогли Добить Комплексити На Vertigo Ну и у нас Эта игра Немножко дольше Уже затягивается Чем предыдущая серия Но У нас впереди Друзья Матч Cloud9 Против коллектива AHC Да Да Матч Будет Очень Интересным Если Честно А параллельно G2 Выигрывает 8-2 У Фейзов И Что там Будет Будет Что-то Интересное Согласен Кажется Что Фейзы Все Сдулись Мне кажется Да В общем Или Только В этой Не Ну посмотрим Как в общем Потому что Мне чуть кажется Что они могут И в общей Форме Сейчас Немножко Подсесть Опять Потому что Ну они На бласти Выглядели Себя Не супер Прям Мега Уверенно Крем Есть Такая Позиция Вот Вдовики Там На диванчике 5 кило Молодой Неужели Растерялся Так Мэджик Сид В упоре Под Б К Ешка Прилетает По Борису Очень Сочная И опять Под Б Опять Под Б Будут Поиски Крем Прыгает Никого До сих пор Не видит До сих пор Никого Не видит И сейчас Никого Не увидел А бомба Идет Пудар Начинается Раскид Восмака Откинул Вандерфул Крем Спрятался Фейвен На хлопья Не справляется Крем Все на его Плечах Все на его Плечах И все это Обрушивается Это 16-11 Да Друзья Это скорее всего Победа Для команды Спирит На мапе Мираж И у нас Впереди Анубис Анубис Который Ну мне кажется Все таки Берет жизнь Посильнее На Анубис Я просто Не видел Как играли А куда это Что это за спойлеры Куда это Алло Ну 1 в 5 Может сейчас Кит возьмет Как соберет Сю ман Ну Которую Накопил Нет Чопер Закрывает Кита 16-11 Друзья Победа Спиритов И у нас Впереди Карта Анубис Ой Как он Дергает Глазками Что он Делает С ними Патти Это было Изумительно Ну что Друзья Идем на паузу И вернемся Уже на Третью карту Данного Госта 3 состязания Дождитесь Календарь Турниров По КС Гоу Набирает Обороты Обновились Рейтинги Лучших Игроков И игроков С АВП Кто Теперь На первом Месте Эпп